А, кстати, вы видели, у меня вышла новая книга? 17-й или 18-й, я сбился с толку уже. Я их подписываю. Книга хорошая. Как получить желаемое, желать полученное и идти вперед. Ну, эту тему я, конечно, слоганчик я немного спер у Джона Грея. Без обид, но там по-другому звучит. Ну, вот, там, как хотеть желаемое и желать полученное, что-то такое. Да, да. А у меня так и написано, по-моему. Ну, а что ты сделаешь, если мысль гениальная? Гениальная мысль. Тем более, ну, кто против? Кто тут эти самые интересы Джона Грея отстаивает? У него много тоже всякой херни, но... Я для вас специально соберу все жемчужинки. И все объединю в эту чудесную книгу «Витамины счастья», которая напишет она для вас любовью просто от сердца. Купите у меня, пожалуйста, мою книгу. Да ладно. Я на самом деле... Вопросы есть у вас? Потому что я сейчас вам расскажу, почему я пишу книги. Знаете почему? У меня дома большая библиотека. Вот прямо, ну, охрененно большая. Ну, такая тысячи на две, на три тысячи книг я еще полностью... Ну, там такие полки, куда надо лазить. На лестнице, которая... Ну, да вот их... И у меня есть полка для моих книг. Поэтому я пишу, чтобы просто их туда ставить. Честно. Потому что я хочу, чтобы мои внуки такие... Какая хорошая библиотека. Дед, конечно, классный был. А это что за красивые, яркие книги? А мой сын говорит, так это дед написал. Ух ты, он что, был писателем? Писатель? Да он, блин, строгал книги, как стахановец. Давайте вопрос. Что делать в такой ситуации, если многое человеку очень сильно обиделся и заблокировал? Сексу не было? Да хрен с сексом. Ну, заблокировал, заблокировал. Ну, здесь, как бы, два варианта. Либо заблокировал, потому что обиделся, и нужно ехать, и извиняться, и как-то договориться. Либо оставить человека в покое, а потом все это, ну, здесь вообще переваляется. Вот как лучше это сейчас? Если женщина, которую ты любишь, тебя обидела, если тебя обидела женщина, да, нужно попросить извинения у нее. А если ты заблокировал бабу, ну, либо тебе 12 лет, либо у тебя мозг 12-летнего. Но я в любом случае, ты замуж хочешь? Хожу. Он еще не готов. Ему еще лет 8 еще надо будет расти, расти. Пусть он пока на наушники накопит вот это, знаешь, ну, там, может, прочитает чего-то там, ну, куда-то, ну, съездит на ВДНХ. То есть, Клим Саныча Жукова почитает. Ну, ну, он еще рано заблокировал. Ну, ничего страшного. А я думаю, тебе нужно сходить в церковь. Поставить свечечку во здравие и в благодарность, что Господь отвел. А ведь могла же, ну, спать с этим человеком, выйти за нее замуж, он тебя заблокировал. Ты же, конечно, наверное, сотворила какую-то мерзкую вещь. Ты, наверное, убила его мать, переспала с отцом, не голосовала за Путина. Я не знаю. Такая ситуация была, мы где-то полгода вместе работали, и были сначала хорошими друзьями, потом не начала появляться взаимная симпатия. Ну, как бы я там морозилась немного. А потом было мероприятие, где мы могли пообщаться в неформальной обстановке, и я на него не пришла. Мне ребята передали, что он у меня и ухо виделся. Ну, я сказал, что лет восемь, нет, лет двенадцать ему еще надо будет расти. Ты, ну, здоровая, крепкая, умная баба. Ну, найди себе, где-то же ходит он, бедолага. Костя нам что-то писал, ищет баб. Может, ты же тоже манипуляция, чтобы она за ним прибежала? Да ты прикинь, сука какая, не пришла на мероприятие, на котором они могли пообщаться. Конечно, за это самое, да. Он психопат неадекватный. Его лечить надо электричеством. Ты меня услышала? Кого еще спасти, друзья? Такой вопрос интересует ваше мнение. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл, и на каком этапе формирования длительных отношений имеет ли смысл попросить партнера предоставить медицинские справки? Медицинские справки? Состояние и здоровье. А что у вас, венерические или, чтобы случайно не это самое, или какие вас беспокоят? Хронические или венерические, что именно? Венерические беспокоят. Ну, я думаю, торопиться, пока вы, заметьте, пока вы не спите с человеком, нет никакого смысла париться по этому поводу. Если дело пойдет куда-то поближе, ну, и, допустим, он вас позовет замуж, вы согласитесь, а потом через какое-то, а вы с ним не спите, ничего, и вы с ним близкие люди, сказать, у меня есть очень, мне нужна твоя помощь. У меня колоссальные страхи, колоссальные страхи. Я очень боюсь. Однажды случилось, мой одногруппник, мой одноклассник, он заболел спидом, и у меня возникли очень страшные какие-то комплексы. Теперь я не знаю, что делать, у меня вот такой комплекс. Я боюсь, мне кажется, что спид везде. Я знаю, что по статистике, как бы, это не так уж и много, но вот, мне кажется, что либо, ну, акула глухая, либо свисток поломанный. Поэтому ты можешь мне помочь? Вот просто, я понимаю, это дурь. Ну, давай вместе пойдем и сдадим на ВИЧ. Мне будет очень хорошо, ты мне поможешь очень. Почему женщина так не говорит? Она боится, она скажет, ты что, сука, вообще тупорылая овца, какой ВИЧ нахер, блин, глянь, там все нормально. Я точно скажу, если бы мне женщина так сказала, которую я позвал замуж, я сказал, давай вот, чтобы не париться, какие там еще комплексы? Я готов, ну, рублей 40 вложить, и давай вот сейчас, ну, просто пройду, я давно сам хотел проверить все на свете. И что, пошли проверили, выяснилось, что у него синдром Жильбера, и что, нормально, с этим можно жить, а ВИЧа нету. Поэтому надо так сказать. Ну, естественно, так, на втором свидании, тебя как зовут, Павлик? Ты давай пока на лазе собирай, да съем, блин. И на листов давай тоже. Я вообще не собираюсь жениться, если не будет справки там, или... А что-то колоноскопии, блин. Я правильно сказал? Следующий вопрос, я надеюсь, я вам донес. Слушаю вас, слушаю. Да, я с вашего позволения зачитаю, потому что растеряюсь. Ну, само собой, что ж я демон какой-то. Я про ухажеров. Знакомясь, общаясь с ухажерами, я веду себя открыто, и порой это даже напоминает своя в доску. Но с элементами принцессы. Я могу рассказать о произошедшем на днях, записать видео, отправить голосовые, и это может, наверное, какую-то инициативность чрезмерную с моей стороны проявить. Но на самом деле я на таком легком лайте, и форту не надевают как раз таки. И вопрос, должна ли все-таки женщина держать себя рядом с мужчинами более интеллигентно, чтобы в последствии это не осталось на такой хихи-ноте, и она не затряла на позиции, хорошая девочка, где-то смеяться, прообщаться. А что плохого? Ну, может, там как-то... Не-не, не парься, это нормальная история. То есть активность в дружбе, она нормальна. Вопрос очень хороший. Очень хороший. Если вообще считается, что лучшие ухажеры, это те, которые из друзей вырастают. Потому что мужчине с женщиной, которая ему нравится, а поверь, все, кто с тобой хочет дружить, ты им сексуально привлекательна. Да. Они, им кажется легче, ну, просто дружить. Ну, потому что дружить как-то, ну, тяжело обломаться. Кто-то, ты хочешь со мной дружить? Ну, тяжело предъявить, правда? Но, как бы, отвергнуть дружбу сложнее. Поэтому мужчина, он изображает друзей, да. Многие, кстати, зависают друзьями, так и не решились никогда. Только бывает это нормально, и хорошо, что он остался в друзьях. Ничего страшного. Поэтому, что-то ски... Опять же, если ты скидываешь, ну, сиськи, фотографии ему свои, потому что, ну, а что, чисто по дружбе я на рассылочку сделала, да, ну, то, конечно, это странно. Но какая-то активность такая дружественная. Мужчинам нравится. Мужчинам нравится. А давайте все поедем куда-то. О, поехали на Крестовский потусим. А давайте там еще. Ну, все нормально. Без проблем. Без проблем. Но инициатива, это вот когда женщина начинает выстраивать отношения и тащить за собой. Она начинает. Так, пригласи меня куда-то. Мы должны работать над отношениями. Так, сейчас на этой неделе мы работаем над первым этапом. Да, да. И так далее, и так далее. Вот тебе домашнее задание. Или мужчина. Я вас так хочу. Вот это все. Ну, мужчина, конечно, может тебя и тыкнуть, но как бы нафиг она нужна такая больная на всю голову. То есть, на самом деле, мужчины любят адекватных. Адекватных женщин, которые не пытаются там раньше времени куда-то залезть. Раньше времени куда-то тащить. То есть, мужчины когда торопятся, они скорее всего торопятся, тянут в постель. А женщина торопится, она тянет куда? В близость. Мужчина тянет секс, а женщина в близость. То есть, раньше времени. То есть, если вы друзья, дружите без проблем. Но если, ну, или вы знакомые, приятели и тому подобное. Но не надо строить родственные души. Ты его там два дня знаешь, и ты ему начинаешь рассказывать, ну, я не знаю о чем. Сливать на него либо какое-то счастье о том, как тебе Барби подарили, или какое-то колоссальное горе, как там, отчим тебя трахнул в 8 лет. И он такой, ни хера себе, как удаченько я зашел. Нафиг оно мне надо. У него с башкой трудности. Я со своими тараканами разобраться не могу. Поэтому не нужно вываливать на мужчину эмоции больше, чем он может перетянуть. Вот в этом активность женщины, она напрягает. Когда, давай поставим точки на ды, там, вот это. Когда у тебя делают вот эту крапивку выжимания, вот это вот, это никому не нравится. Поэтому, еще раз, чтобы подытожить. В рамках приятельских отношений, мужчине даже легче, когда женщина активна. Когда она такая, а давайте все туда, а давайте то, а давайте так, а такие вот штуки такие, а давайте поехали в Барселону. Как-то так. Но другое дело, когда она говорит, если ты хочешь меня получше узнать, ты должен меня сводить в Барселону. Мы там будем спать в разных номерах. Так Сатя рекомендовал. Я тебе давать не буду, потому что я женщина ответственная. А ты, конечно, можешь дрочить. Сатя тоже это рекомендовал. Вот эту вот историю, вот эту историю так не надо. Услышала? Не смутил я тебя никак? Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую. Мне кажется, что сегодня слово вечера дрочить, да, получилось? Ну, я, конечно, мог бы заменить это на какое-то другое слово, ну, не знаю, на какое. Это как мне говорят, Сатя, замени слово трахаться. На что? На что? Ну, как заменить слово трахаться? Что делать? На что, прикинь? Это, знаете, помнил старый анекдот, знаете, да? Произошло какое-то там изнасилование или еще что-то. Ну, менты там всех собирают, ищут каких-то этих там их свидетелей. Нашли какую-то бабку, которая была свидетелью. Бабка, ну-ка, рассказывай, как все дело было. Она говорит, ну, как, как? Иду, смотрю. Чего? Бабуля, ты чего? Нельзя такое слово говорить. Надо как-то интеллигентно. Ну, так как? Сношаются. О, хорошо. Иду, смотрю, сношаются. Пригляделась, а они. Поэтому, ну, трахаться не заменить. Нормальный, усредненный вариант. Ну, и что поделаешь? Слово дрочить я тоже не знаю, как заменить. Как? Мастурбировать. Ну, блин, нормально мастурбировать. Это выговоришь пока. Рукоблудие. Прикинь, если слово вечера рукоблудие. И все скажут, ну, вот это ханжа. Рукоблудие. Скажи дрочить, как человек уже нормальный. Вот удивительно, да? Дрочить дрочат, а говорить об этом не хотят. Ну, я уж понял, что если пошла пьянка, режь последний огурец. Все равно уже другим словом слово вечера мы не изменим. Завтра будет другое слово, я подыщу. Десять минут. Кстати, а можно, вот, продолжить тему, я здесь. Вижу, вижу. Ушли, ушли, я просто, и это не случайно, я сделал паузу. Я как-то эту историю где-то читал и прямо вот рассказал все, что я знаю про психопатов. Пять лекций. Мы от суицида шичек еле спасли. Поэтому я тщательно, я вам все расскажу за эти пять дней, но вот дозированно. Мы вернемся, конечно. Можно другую? Пять лекций. Как, то есть, что происходит в голове у мужчины, когда вот, да, он разнулся, все, там, после 10-летнего брака, когда, сколько его нужно времени там установить, чтобы он был готов к следующему отношению? Вот, допустим. Просто что в голове у мужчины происходит? Как его расценивать? Если ты знаешь, что мужчина развелся, ты же это спрашиваешь с точки зрения женщины. Это ж твой интерес там, и ты ж вряд ли просто очень беспокоишь за мужчин. Не знаю. Ну, очевидно, да. А ты спрашиваешь, должна ли быть какая-то пауза между развелся, да, прежде чем начинать выстраивать с ним отношения. Многие мудрецы, к которым я присоединяюсь иногда, говорят, что если мужчина развелся, я бы на месте умной женщины где-то в карантин его на год забросил. В течение года с ним лучше ничего не строить, никаких отношений. Потому что там пройдешь краями. Либо ликопласт, либо медсестрой Клавой будет, которая его спасает. Вот это все. Поэтому пока развод это серьезный стресс. Даже если это не был его проект, это все равно стресс. Это все равно, надо из него выходить. Это в любом случае отношения токсичные, отношения, которые разваливают человека, разрушают. Нужно выйти, пройти все эти шесть этапов. Кстати, если год прошел, это не значит, что он вышел. Полгода только. Ну, просто через год начнешь всем общаться, если речь идет о том, какие бабы меркантильные твари, какая его жена просто мерзкая сука, которая не дает общаться с детьми, как вот вообще можно было так поступить. Потому что нормальные мужчины вообще никогда жениться не будут. Прямо крест поставь и пусть дальше лечится. Приличный мужчина, когда ухаживает за женщиной, он вообще не вспоминает о других своих отношениях. Это ненормально, это не нужно делать. Он никогда не спрашивает, а ты когда последний раз вообще трахалась? А когда были у тебя последние отношения? Когда тебя последний раз бросили? Сильно переживала? Ты очень рада, что я с ней зашел. Это вообще табу для нормальных людей. Хочешь обсудить проблемы, сходи к психологу, обсуди голову свою. Поэтому, если вам задают, вот скажите, а кому вообще приятно? Вот поднимите руки, женщина. Ну так, честно. Что вы относитесь нормально, прямо чувствуете, что вам льстят, когда спрашивают, почему развалились ваши последние отношения. Ну это так близко, а так, так, прямо интересуется. А какая была причина? Прикинь, у тебя мужик, за тобой ухаживает, какая была причина, что тебя бросили? Какой тактичный хер, правда? А вот если наоборот, мужчина тебе рассказывает о своих там, о бывшей жизни? Хорошо, зададим вопрос. Поднимите руки женщины, которым очень интересно, приятно и вдохновляюще слушать херню о том, как у него не сложилось. Ну так он использует тебя просто как унитаз сливной, он сливает эмоции. Вы разъехали, все не использовали. Ну так мне похер. Да. Ну мы сейчас не о том, почему. Ты спросила, я ответил. А тебе психологический или что, год после развода пришел? Да тебе какая разница? Ты что, изучаешь психопатов? Больных, отклонения? Ты ищешь себя здорового? Да. Ты увидел, что человек нездоров. Зачем тебе разбираться, почему это у него? Оставь его, пусть ты решаешь свои вопросы сам. А если он все равно, ну я его оставила, а он все равно через рабочие вопросы ко мне заходит? Я вижу по глазам теннисей напротив. Ну конечно, да, я-то дурак, совсем ничего не знаю, да. Это вот такая часто бывает схема, что давай играть в прятки, если ты меня найдешь, я буду твоей, а если не найдешь, я буду за шкафом. Ну вот. Ко мне очень тяжело добраться, к человеку, с которым я не хочу общаться. А к тебе, видимо, можно. Ну нет, ну допустим, мне нужна в работе помощь. А к нему, да? Ну, как бы, он к этой работе не имеет отношения, но допустим, нужна, потому что это друг моего генерального, он может мне помочь, что-то привезти, документы и так далее. И нам приходит пересекаться. Больше никто не может помочь, только от твой бывший мужик, с которым не сложилось. А к нему просто проще. Ну проще, да, что как бы это друг генерального, и я ему ничего не прав. Генерального? Я впечатлен такими терминами. Но тем не менее, тем не менее. К сожалению, я прав. И ты это знаешь? Ну просто проще. Ну так вышло, что мой бывший мужик, он друг нашего генерального. Ну к кому обратиться? Прикинь, да, ты так вышла замуж, смотришь, и твой муж такой говорит, позвоню-ка я бывшей жене. Почему? Ну она бухгалтер, я задам несколько вопросов. Ну я нормально к этому отношусь. Серьезно? Да, я с моими мужчинами очень хорошо. Немного как бы, два, три, красных отношений. Ну давай, давай. Что думают по этому поводу твои мужчины новые? Нет, может и не будет никогда. Потому что ты общаешься очень хорошо со своими бывшими. Господи, солнышко, не надо трахаться с теми, с кем ты работаешь. Ну как тебе это по-русски еще сказать? Я вижу, ты всех мужиков находишь на работе. Не всех. Не всех, да, 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 да. И работу, блин, потеряешь, и отношений не будет. Попробуй на стороне где-то находить мужиков. Просто так складываешься, никогда не работали вместе. Только в первых отношениях работали вместе. Что ты сейчас от меня хочешь? Ничего, ну, короче, надо не общаться, да? Да, ты же с ним рассталась, чтобы же не общаться. Дистанцироваться, прикинь, да? Представляешь, тебе мужик говорит, знаешь что, солнышко, ты, конечно, как баба бы я больше не интересуешь. Ты сексуально меня не возбуждаешь. Я с тобой общаться не хочу. Но если ты не против, я буду задавать вопросы. Потому что ты же атичница хорошая. Вот подскажешь, как там, чтобы програбировать. Я такая, конечно, это очень интересно. Потому что, ну, я обожаю консультировать мужчин, которым я больше сексуально неинтересно. Что такое? Мы просто поменяли местами, и ты как-то распечалилась, да? Да нет, я неправильно просто не сказала. Ну, к работе-то не может... Хорош трахаться с теми, с кем ты работаешь. И не будет у тебя проблем. Никак, ты не работаешь. Очень тяжело разбудить того, кто притворяется спящим. Вы не работаете вместе, я же говорю. Ну, прости, что я ошибся. Просто мы пересекаемся. Все, делай, как ты считаешь нужен. Вот это нормально. Вот так и делай. Хорошо. Вот, ну, а что я лезу, мешаю человеку жизнь строить. Давайте последний вопрос. По поводу альтруизма. Альтруизма и абьюза. Альтруизма и абьюза. Ну-ка, ну-ка, как вы это объединили? Я просто вот сейчас заинтригован, как женщина в одном предложении... Это знаете, как в одном предложении сложить пидорастов и космонавтов? И ты такой, вот как же оно это все сложило? Альтруизм и абьюз. Альтруизм и абьюз. Ну, вот он так сложился, ну, так исторически, да, все его... Хорошо, подождите. Давайте, я... У меня возникли сомнения и сомнения в правильности понимания мной значения термина альтруизм. Я это понимаю как готовность и получение удовольствия от того, что ты отдаешь и леешься. Ну, хорошо, допустим, да. Вот из этих вот. Из этих вот. И человек же может попасть в инвизивное отношение к получению альтруизма. Понятно, что из них надо выходить, но если, получается, человек выставляет удовольствие помогать другим, он находится в этой... в этих отношениях, то так ему дальше и жить? Угу. Ну, конечно. Ну, чтобы заняться альтруизмом, надо найти абьюзера. И я не просто терпила, я альтруист. Да, мне интересно ваше мнение именно по поводу альтруизма. Вообще, в принципе, не обязательно даже в альтруизмах отношениях, но вот вы считаете, это имеет место быть? Как мы вообще соскочили? Альтруизм это совсем другое. Поймите. Все-таки Господь гений, что вас создал. Ведь потому что, ну, это просто вот вверх креатива. Вверх креатива. Как это можно в одну такую красивую голову сложить вот такие удивительные... Я вообще считаю, что всего Господь одну ошибку совершил в творении. Он, когда создал мужчин и женщин, он им головы сделал одинаково круглые. И это меня, например, очень вводит в заблуждение. Потому что я смотрю, у меня голова круглая и у тебя голова круглая. Я думаю, ну, там же мозги-то одинаковые. Ну, если круглая... Вот если бы была у тебя квадратная, я бы понимал, ну, квадратная голова. Конечно, баба иначе думает. Там же мысли бегают, они же, ну, под прямыми углами. И как у меня... А тут смотришь, ну, вроде круглая. Думаешь, ну, как? Как альтруизм? Может ли жертва быть из альтруизма? Ей же нравится, когда что? Над ней издеваются? Где граница между... В разуме. В разуме. Есть такой термин – разум. Это очень полезная вещь. Анализировать какие-то вещи. То есть, если это не приносит дискомфорт, то, что человек-эльтруизм, то это необъязвимое отношение? В мою голову не попало достаточно информации, чтобы ее проанализировать и выдать какой-то умный ответ. Пока на данный момент... На данный момент... Вот я вот слышу приблизительно так. Сатя, вот вы говорили, что существует теория струны. И очень многие люди, ученые в мире, над этой теорией бьются и бьются. Так вот, струны. Если вот налаживать на гитаре, если семиструнная гитара, то... И ты такой, сука, когда это мы вообще соскочили с одной на другое? Как это вообще произошло? Вот я именно так себя чувствую. Альтруизм. Короче, походу я устал. Я вот в тупик с этой девочкой зашел. Потому что я как идиот под конец стал пытаться понять, о чем она. А кто это вообще понимает? Она сама же не понимает, о чем я еще. И я думал, что все, на этом закончим. И тут вы подъехали. Дорогие друзья, точно вам скажу, это были две вишенки на торте моего развития. Одна такая вот молодая, бестолковая вишня и взрослая, умная, такая, ух, какая, колерованная, классная, мясистая, потрясающая. Я скажу больше, черешня, черешня, да. Но это было украшение 100%. Потому что прелесть моей работы в том, что мне уже кажется, я видел все. А херушки всегда еще есть куда стремиться. Спасибо большое. Расходимся. Спасибо. Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую.